Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это ваше любимое шоу Аферисты в сетях. С радостью почитаю ваши комментарии, подписывайтесь на канал моей жены, там выходят наши семейные вложики, вам очень понравятся. А я стараюсь в инстаграме для вас тоже выкладывать интересные свои обзорчики русских пацанок, а также скоро там будут новые обзоры, потому что русские пацанки заканчиваются, а будут новые шоу. Это все в моем инстаграме. Ребят, мы начинаем. А вот мне интересно, сколько должен измениться одноклассник, чтобы его не узнать. И на первой встрече ошелешить подарунком Та романтичным сюрпризом По технике безопасности? Ой, я уже переживаю, что ж там за сюрприз задумает. По переживаю, все будет красиво. Расплата может быть шокуюча. Подождите, он ее поджег? Это новая афера? Как сделать так, чтобы жертва за тобой не подбежала? Нужно ее просто поджечь. Конечно, там не до того, чтобы бежать за кем-то. Блин, ну конечно, ребята, то ли я не слежу за модой, то ли я что-то не понимаю, но юбка смотрится странно, когда она натянута по сиськи. Необычно как-то. Прихованный в камерах. На меню – підслужка у гуси, микрофон на теле. Та группа на хвості. Вот это через три машины, да, вы? Так, я сниму, мы едем за тобой. Йду на побачення, яке мені обіцяли зробити незабутнім. Нарешті я на місці. Кафе? Так, Сергей, Сергей, Сережа. Ну что? Как оно смотрится, необычно эта юбка, ребят, простите. Йду до головного входу столичного ТЦ. Як домовились в переписці. Торговый центр Украина, да? Чекати не довелось. Ага, Сережа. Сережа? Привет, привет, Кристинка. Прекрасно выглядишь, да. Спасибо, я старалась ты тоже. Ох, спасибо, цветы очень красивые. Мукет вишуканный, його костюм теж. Тільки я комплексую в цей сукне. У тебя прекрасное платье, спасибо. Я с комплексами в этом платье. Вот вопрос, нахер на ты ее оделась, а ты комплексуешь? Бо ж ты его одела, я не поценю. Ой, спасибо. Ну, я сейчас чувствую, у него, знаешь, как на выпускной. А, это он так. А, это было його прохання. А-а-а, ну все, Кристинка, вопросов нет. Если это просьба вашего Сережки, то все. Там и в цей сукне. Мечтаю видеть тебя в нем. Нет, пізніше выявиться не просто так. Оно горит хорошо, да? Платье, мы сейчас подберем тебе подарочек. Про презент он тоже сказал в переписке, но я даже не верю, что он это сделает. Ну, ювелирка, мы это уже поняли. Нас ведут два оператора під виглядом звичайных перехожих. И мы зупиняемся біля ювелирки. Боже, я думаю, ты пошутил, все серьезно? Я похож на шутника. Добрый день. Добрый день. Серьезно? Та не может быть. А реально купят? Вражающе почалась и переписка с ним. Тиждень тому. Что написано? 29 лет, состоятельный, независимый, уверенный в себе, не хватает только той самой. И тут каждая такая девушка сказала, боже, Сереженька, это ты. Привет, привет, это все хорошо. Прямо гласная кровать. Чувака с фото вперше бачу. Мы играем в шпионов. Это шутка. А у ответ. Крошка, неужели ты так быстро меня забыла? Тебе что? Тебе ж понравилось, или я так сильно изменился? Что это у нас было, пардон? В прошлой жизни под гипнозом? Я что, вообще уже в неделю? Та ладно, Крисюха, хорош морозиться. Ты что, школу уже забыл? Какая школа на выпускном, кто тебя на руках носил? Офигеть. У нас, наверное, разные выпускные были. Реально? А это реально такой развод и работает? Ну, серьезно, типа. Ну, вот и вы меня, конечно, простите, но вот я вас прошу у вас, вот если вы уже школу закончили, вы своих одноклассников помните? Вот если вам какой-то Валеричика показать, скажут, а это Серега. Ты что, дурак? Я что? Носил физрук. Ты мне, конечно, не носил физрук, но будет весело. И нарешти момент истины. А, это, короче, как, в общем-то, начать разговор. Все, понятно. Кристина, а не, не Науменко. Ну, ладно, давайте просто познакомимся. И на чем я думала, буду кинуть? Чего? Это называется просто подкатит. Зашла на сайт, знаем, и офигела. Кристина, аум, я начинаю волнуваться, что-то случилось, что-то такое пропало. О, и 8 сообщений. Прости, просто в первую жизнь не поверил в судьбу. Я уже не хочу отпускать тебя от себя. Чо, 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 чо? А Сергей просто завалює поведомлениями и зізнаннями. Давай встретимся в моих... Микриво, су, ну, блин. Так швидко закохаются только аферисты. А клюнул Сергей на мою мажорную анкету. А, мажорная анкета. Не я в нормальных шмотках, с машиною и на тусе. Типа бабки есть, да? Так, а почему там мне пишут на этом фото, прям в таком классном платье? А ось цю сухню він відмітив окремо. Ну, а за другое платье, по-моему. Само в ней він попросив мене прийти на перше побачення. А, ножа? Але я тоді ще не знала, для чого. Хорошо, в принципе, я за. Тому просто підігравала, вичекуючи. О, же, ты та самая. Так похоже или та самая? Чи похоже я на ту самую? Ще два дні забывав мені баки сердежками и раптом... Водитель побил Парше, серьёзно? А фирменное СТО закрыто. И что? Можна ж толковая, ты ж за рулём. Может заберёшь меня, да? Потому что мой Парше, в общем-то, вместе с Урал Суэсом тут стоит как бы в одном месте. Забери, пожалуйста, меня, ты не хочешь на трамвае ехать. А памятайте цей момент. Момент с СТО. СТО? Я таки закидан через СТО на жорстоку аферу. Давайте узнаем, что ж там за СТО. Небе саме ним користуюсь и воно офигенное. И он запрошуе меня на побачення приїхать на моей машине. Бо он не на ходу. Без машины, без рук. То есть, афера с СТО отпала. И на остаток обещает при встрече сюрприз. И поверь, это только первый сюрприз. И далеко не остальник. В чем прикол? Он ее поджог, чтобы вещи украсть? И сюрприз в ювелирте. И я в той самой сухне, которую он и находил. Ну давайте, он купит. Для прекрасной девушки нам нужен прекрасный браслет. Вы поможете нам? Зараз мы бачим видео с их камер спостережения. Какое они нам пизднейше надали. Плюс два наших оператора сзовни. А мы рассматриваем витрину с найдорожчими браслетами. Від 30 тысяч гривен. А это с какими-то камерами, да? Это с лидом. И я меряю браслети с диалогом. Он сзади стоит, человек снимает. И ему подобается. Та чи сподобается мне те, что он за это захочет? А тебе что купишь? День авиации у нас. Чего? День пунктов. И что, реально купить браслет за 30 тысяч гривен? Вы наличие не сможете? Вы сюда. Вы шпат. За кто зачитаешь? День, через минуту я тебе. В принципе, корректный жест. Человеки действительно не любят рассматриваться при жене. Хотя, наверное, короче, у него будет какая-то подделка черная. Что там, черные бриллианты? Доброе утро. Да, приятно. Так. Я типа сейчас вернусь, да? Но он никогда не вернется. Частина группы остается с Сергеем. И? И что он скажет? И за несколько минут в подслужке новина. Я в шоке. Ну, короче, он ни хрена не купил. Шожвин задумал. У него же есть какая-то заготовленная. Да, Сереж? А ты где, да? Я стою здесь. А тут сигуречная. Ну, ты меня увидишь тут. Я одна белая машинка стою. Самой красивой девушке. Самый красивый подарок. Честно, Сереж, мне кажется, он может это переводить. А завязал еще. Бери, ложи. Ну? Оденешь вечером. Я тебя еще повезу в панорамный шикарный ресторан. Ага, все понятно. Вот первый развод, то есть оденешь вечером. То есть там уже, короче, просто коробочка. Тут шипки ее. Там все крыши видны. Гулять по крышам будем? В бриллиантовом браслете? Наши сердца будут летать над крышей. Принцип развода я понял. Ты вам не будешь просто такие чувства эмоций. Хорошо быть не зверя. Ну, в щеный вечер. А на что он хочет ее кинуть? На телефон? На вещи? На деньги? На машину? Мы, его слова, мы едем по черву, а вы сюрприз для меня. А что там у тебя с твоей машинкой-то приключилось? Оставил на водителя, а он каких-то девочек там где-то подхватил и поехал в бульбиси. И где-то не вкатил, крыло переднее, в общем-то. Красавчик, на твоем Порше, между прочим, ездил девочек цеплять. Ну, на моем, да. До речи, в его анкете не было жодной фотки с Порше. Ты, значит, бизнесмен такой солидный, причистый. Ну, я не, как бы это, я, в общем-то, Порше не выставляю. Считаю, это понты. Я вот выставляю, очень мне нравится на троллейбусе, как я катаюсь. Вот, тут, в общем-то, на маршрутке я стоял, ждал. Мне вот это нравится, кажется, очень даже. Я же просто реально, мне кажется, вхожу в роль твоей одноклассницы, в которой ты был введем. Да, да. Твоя первая любовь. А что, я серьезно на нее так сильно похожа? Просто волюка. И Сережу прорвало наш кельни спогоды. Как будто наша еще математичка Александра у нас проходит и книгу держит. Але рассказчик с него нуднейший. К тому подключилась я. У нас была биологичка с фамилией Нага. И, знаешь, когда на стене там вывешивали, Нага в лаборатории 17. Вроде дописывал всегда, чья. Говорячая фамилия у нее. Нет, все-таки была вот такая на самом деле. А еще нормальная была история. Слушай, в 10-11 мы... Короче, мы бы нормальную тему затронули. Ну, есть что в спорт? Есть что в спорт? И тут я понимаю, что эта тема очень сближает. У нас с тобой оригинально началось просто знакомство. Про школу, да? И, по слову, это его гачок. Через выгаданную одноклассницу чепляти девчат жертв. В общем, поехали мы на экскурсию. Ну и, конечно же, 11 класс. Пивасик купили? Винцо. Вы что, а вы из ТРАТы? Могли себе позволить, да. На самом деле такие спогоды расслабляют. А это идеальный станд для жертвы. Но я пить играю. Это я прочитала в фейсбуке. Пишет чувак. Запрещали в школе пить курить. Выходит моя мама, ярая противница курения. И стоит, значит, курящий старшеклассник. И мама просто в сердцах так тащим его, короче, подзатыльник. У него аж типа с фигуретом вылетело. А потом мама вызывает школу и говорит, что это вы у нашего молодого учителя истории? А плюхи ли это так наработали? Нормально. Он чуть челюсть не выронил вместе с сигаретой. У нас типа аля истории. Кайфово. И это еще без додатковых сюрпризов. Я думаю, что не зря сегодня все подготовился. Мы едем с таким прекрасным настроением. Ой, Сережа, вообще настроение просто погода. Все, все прекрасно. А мы потроху наближаемся до секретного места с сюрпризами. Ну, клещатик, спуск вниз. И через пів годины мы на месте. Ресторан на воде. Нам сюда. Ух ты, какое интересное место. Безлюдне. Ні автівок, ні людей. А я очень серьезно к тебе настроен. З диамантового браслету и так зрозуміло. Между прочим, я с сайта знакомств удалил свою анкету. Стандартна брехня. Одну видали, іншу для інших жертв створив. Вот тут можно парковать? Так. И вже скоро я від не хоч манію поповній. Ты це все не бери. Там сюрприз такой. По техніки безопасности нам лишних вещей брать не надо. По техніки безопасности? Ой, я уже переживаю. Що ж там за сюрприз за такое? Переживай, там романтический сюрприз. Все будет красиво. Вещи оставить. Оставляй. Так, стопе. То есть телефон она с собой не берет. Все оставляет. Значит, у него будет доступ какой-то к машине. Логично или что? Познаю, що група стежить. Хорошо, йдем. А для чого це він зняв пиджак? Камера 1 веду їх. Камера 2 нашел спереди. Сюда, да? Сюда йдите? Да, поворачив. Зачем он снял пиджак? Ну, чтоб вернуться в машину, либо в... Блин, ну Мазду угнать легко с помощью ретранслятора, если честно. Знаете, это тот случай, когда ты не знаешь, какой будет развод вообще. Ну, подожжет, а дальше? Смотри, нравится. Боже, какой вид. Я просто тут... Я тут реально никогда не была, я впервые. Насправді мені стрёмно, бо стою на краю прерви. Я взагалі не думала, що тут є такі міста. Один поштовх. Ну да, я полетела, а лицом вниз. Навіть група не встигнула. І він же точно не просто так обрав саме це місце. Смотри, смотри на той стороне. Ідеш тебе посадки? Да, вижу. Хочеш там квартиру? Не знаю, я как-то не думала. Потому, что они смотрят аферисты в сетях. Жені безвоздущих сетях. Жені безвоздущих сетях. Спокойно. Один момент. Видишо в кущев и повернувся. Пока мы ждем шарпа. Ты, наверное, подумала, что я последний романтик. Я не подумаю. А іншам вже втратила голову. Небесный фонарик. Ты не забыла никогда. Ну и беспалевно ты ее подожжешь, да? Хорошо. Я просто не запускала нифига. Подержи здесь. Иначе ничего не вещует небезпеки. А он сбоку подожжет. Держу. Он не загорелся изнутри. А, я поняла. Все. Хорошо. Я поняла. Боже, такой сложный працюк. Я никогда не думала. Невже цей тонкий романтик таки аферист? Самое главное – это желание загадать. И что мы загадаем с тобой тоже желание. А, он ее раздел, а он понимает, что она не побежит. Крис, ты цел? Да, нормально. Немного обижалась. Терпимо. Частина группы, яка залишилась біля моей машины, бачить, как мчить Сергей. И все, за руль. Блин, что он платье выкинул? Оно же не все сгорело. Там мы по платье вот такое видели 300 и не горело. Оля, это как? Я тебе расскажу, как все продумано. Стоп. А не для этого он снял пиджак. Адже тогда он мог просто на меня накинути. И мы разом бы пішли до машины. А зараз... Серьезно? Угнал машину? Подожди, подожди, куда он едет? Он умер будет, он валит. А стоп, а ключи где были? Критсон смылся. Нормально? Быстрее, быстрее, быстрее. Сильный ожог. Нормально, нормально. Рыба, видите? А на хвосте не нервничай. Кто не нервничает? Конечно, я на хвосте не нервничаю. И стоящий в кращем установище. Блин, я не понимаю, почему он сказал не брать сумочку и телефон. А потому что девочка стала стоять в одних трусах. Тупо даже позвонить некого. Послать некого. А группа передает, что выкрадач навіть не поспешает. Это такой, мягко говоря, угон машин? Никто ничего не будуло не привлекать внимания. Хотя у него повный фарш. А, а документы у меня в машине. Техпаспорт. Потому что он же все сумки сказал мне оставлять. Але на ходу в міському трафику его не зупинити. Нет, аварийная ситуация на дороге. Нет. И у нас выникает план Б. Ментам звонить. Так важно, чтобы остановился уже. Ну понятно, если он встанет. Да, давай. А если он газовать, то что ты таранешь? И за 10 минут. Там копы стоят. Все, тормозят его, тормозят. Прыгаем, все, на мордюр. Приготовились. Так а что все-таки случилось? Я просто очень спешу слишком. Вы знаете, что у вас автомобиль не полностью справедливый? В меня действительно трещина на заднем бампере. Я просто сегодня посмотрю. Гляньте, пожалуйста, на это. Ну, сейчас, да. И после ведет его до патрульной машины. Ніби переверите авто на факт ДТП. Я машина. Какая машина? Такое ощущение, что я бежала. Что за цирк? Цирк нас ждал попереду. С браслетом. И с, насправді, не горящою сукнею. Трифты не грела. А что он поджег? Типа, эту штуку, которая... А ты знаешь, у меня жоп на ноге? А хотя шо я кому я доказываю? Тайма побарабанула. Ау, відповідь? Серьезно? Ради тачки? Ради тачки було сплановано все. Ради тачки. Сказала, как будто тачка стоит 100 баксов. Та, ради тачки. На самом деле, Мазда очень уговняемая машина. А как он ее гнал? Ключи. Перший його план СТО провалився. Боя такая афера. Коли афер изнаходит дівчину с машиною в интернете, захоплю ее в себе и пропонує зробити нашару ТО її машине. Типу на знайомому СТО. Была такая афера, обозревали. Дівчина залишає авто на добу, а потім ні кавалера, ні машину. А в мене коло своя афера була. Снеги. И це провал його плану. Тому в хід пішов план Б. Особисто зустрічки. Привет, привет, Кристинка. И шикарний жест в браслет, який чомусь недавно діти одразу. Ложи, ну, оденеш вечером. О, стоп, а браслет? Работ. Универсальный просто браслет, а все. Браслет-невидимка. Бриллианты. Не, на, зацени. Я себе такой хочу. Оля, горю. На самом деле, работает пипец. На первом свидании барышня дает бриллиантовый браслет. Думает, господи, этому человеку нічого в жизни не надо. У него все есть. Какая нафиг машина? Зачем ему машина? Конечно, ему любая даст, понимаешь? Ключи, ключи. А как она ключи дала? А, логичинка на тортик сукня, яка не горела. Знаете, чому она полягала саме на ці сукні? Чтоб казалось, что горела? Уши взяв не тільки ліхтарик, а ось цю білу тканину. Таку саму, як и моя сукня. Ай, поджог ее. Я подивилась в инший бік. Боже, такой сложный працюк, я никогда не думала. Але група бачила все. Підпалив шматок тканини і приклав до мене. Насправді пекло. І в паніці розглядіти різницю неможливо. Пусти п'ять. Але аргумент, що зараз спалахне все платье, працює. Його додача роздягти. І щось машина к'єдна. І кинуті саму в лісі. А, ключі від машини в траві. Тобто у нього з руками були, ключі упали. Все, я понял. І в цій юбці що? Тобто в юбці карманов нету. Вечі ти оставиш, ключі ти возьмеш в руку. Логично. Тобто і все. Ось вам і вся афера? Тобто і ключі випадають. Где ключі я побіжав? Та ми теж зажигаємо. Посткобів наш план Б. Тобто його остановили. Пост наш. Дяко. На куди викликали реквизіторську машину. Яка на поготові завжди стоит для съемок в павільйоні. А, це їх поліція. А, це ще постановочна поліція, которая для съемок. Но він поверил, остановился. А я тут реально думаю. Како-то совпаденье, що менты прямо только его им на остановили за 15 хвилин доехали и стали на выезде с места самы туды мчал сергей четко четко и визу панель сябок форма маячки рации с ну да потому что потом начнется веселье согласия с меня сергия я кого мы тэш трошки пиджарил да ну чё ребята вот такая вот афера но я скажу вам она на самом деле очень жесткая с радостью почитаю ваши комментарии с вами был андрей чент подписывайтесь на канал моей жены там наши семейные вложки в моем инстаграме тоже выходят обзоры всем пока